Ассаламу алейкум, с вами Мадина Калимульна. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать надежного партнера в бизнесе, а именно по каким параметрам можно его определить. Умение держать свое слово. Если вчера вы обсуждали с партнером одни условия сотрудничества, а сегодня он уже в спешном порядке изменяет условия договора, то скорее всего с таким партнером сотрудничать не стоит. Постоянство. Если потенциальный партнер за месяц или за несколько месяцев сменил визитки нескольких компаний, то скорее всего такой человек непостоянен, и таким же непостоянным будет ваше сотрудничество. Отсутствие приукрашенных обещаний. Если ваш потенциальный партнер обещал вам инвестицию в ваш проект, а на встрече выяснил, что у него есть только 25% нужных вам средств, да и то есть они не у него, а у некого третьего лица в некой второй-третьей стране, то, к сожалению, вы потратили свое время зря. Слова не должны расходиться с реальностью. Ваш надежный партнер – это тот человек, который презентует себя так, как есть на самом деле, не будет приукрашивать ни свою должность, ни свое прошлое, ни свое резюме, ни информацию о своей компании и своих возможностях. Реальная квалификация. Квалификация человека подтверждается его реальными знаниями, реальным образованием и реальным опытом. Если к вам пришел человек лет 18, который принес вам визитку президента или кофаундера компании, подтвердитесь узнать о нем побольше, запросите справку о компании, запросите историю компании, проверьте в конце концов информацию о движении средств, сейчас есть такие возможности. Концентрация на узком бизнес-процессе. Как правило, серьезный партнер концентрируется на каком-то конкретном виде деятельности. Если же ваш потенциальный партнер предлагает вам завоевать весь мир, а потом еще и космос, то, скорее всего, он просто мечтатель или балабол. Развитие сотрудничества шаг за шагом. Если вы знакомы всего несколько дней, а ваш партнер уже предлагает вам открыть совместную компанию в Эмиратах, то стоит задуматься. Серьезный партнер, который понимает всю суть данного бизнес-процесса, никогда не будет предлагать этого первому встречному. Следование деловой этики в отношении конкурентов. Грамотный предприниматель никогда не позволит себе негативно отзываться о других участниках рынка, даже если это его конкуренты. Хорошая репутация. Причем репутация должна относиться не просто к человеку, как к физическому лицу, а именно к его репутации, как к бизнесмену, как к предпринимателю. Позаботьтесь о том, чтобы узнать рекомендации о данном лице у ваших общих знакомых, которые вели с ним общий бизнес. Договор прежде действий. Договоры и документы должны обязательно предшествовать любой сделке. Отсутствие спешки. Спокойствие. Грамотный предприниматель никогда не будет побуждать вас как можно скорее заключить договор и начинать действовать. Религиозность. Не аргумент в переговорах. Если ваш потенциальный партнер постоянно апеллирует к вашим религиозным чувствам, то, скорее всего, данный партнер несерьезен. Ценность в самом партнере, а не в его гипотетических связях. Если ваш потенциальный партнер по бизнесу предлагает вам выход на те или иные структуры, на те или иные компании, а в то время он сам не представляет собой никакой ценности, то насколько вам важно сотрудничество с ним. Сегодня можно установить контакты практически с любой организацией и с любым лицом. Прямота. Надежный партнер всегда говорит прямо и необтекаемо, и не прикладывает ответственность на других лиц и некие третьи факторы. Умение отказывать. Надежный партнер всегда может отказать, если сделка ему невыгодна, и он не будет затягивать и пытаться предлагать вам что-то другое взамен уже оговоренной сделки. Серьезный партнер не ведет себя легкомысленно. Если вы потратили огромные усилия и время для того, чтобы создать и начать тот или иной проект, а в конце концов партнер, получив то, что он хотел от вас, сливается или начинает оправдываться, то это очень нехороший знак. И на будущее отметьте это для себя. И самое важное, не забудьте проверить себя по всем этим признакам. Очень часто бывает так, что проблема заключается в нас самих. А какие признаки надежных партнеров можете выделить вы? И пользуетесь ли вы какими-то правилами подбора и выбора анализа своих потенциальных партнеров? Если вам было полезно данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и задавайте свои вопросы в комментариях. С вами была Мадина Калимольна. Вассаляму алейкум.